всем привет друзья меня зовут даша и я очень рада тому что вы заглянули на мой канал это канал о вязании хобби и сегодня у меня среда сегодня 17 ноября за окном у нас забарабанит дождь и я решила записать вступительную часть для своего нового вязального влога а вот на самом деле у меня уже отснят и поэтому я могу немножко рассказать вам о том что вас ждет впереди во первых я хотела бы немножко рассказать вам о своих вязальных процессах в этом видео покажу вам варежки которые уже мелькали в предыдущем влоге а также я наконец-то добралась до лаппейсы с оленями и да я начала ее вязать и даже неплохо продвинулась поэтому в этом видео мы поговорим не только о этого по песену и о том как вязать азиатский росток хочу поделиться с вами немного полезной информацией кроме того на этой неделе я оборолась со своими недовязанными проектами как вы знаете иногда случаются какие-то вязальные неудачи и что-то идет в дальний угол до лучших времен так вот я решила взглянуть правде в глаза и наконец-то разобраться с теми изделиями которые у меня так и не закончены надеюсь что мой разбор углов также вас вдохновит на то чтобы войти в новый год без недовязов также в этом видео будет немного покупочек и моих ближайших планов поэтому друзьям устраивайтесь поудобней заваривайте чай кофе берите вязание и мы с вами будем погружаться атмосферу осенней немного дождливой норвегии и моего теплого уютного вязания всем желаю приятного просмотра всем привет друзья ну что сегодня у меня воскресенье и я хочу немножко с вами поболтать о вязании заварила себе кофе зажигла свечи поскольку у нас очень очень темно совсем скоро наступит полярная ночь и светового дня у нас сейчас уже нет солнце едва поднимается над горизонтом я бы сказала так что в одиннадцать дня у нас еще темно в двенадцать дня у нас уже темно вот и поэтому несмотря на то что я сейчас полностью открыла окно зажигла свечи очень темно в кадре я конечно очень извиняюсь но повлиять на эту ситуацию я никак не могу хочу показать вам свой процесс в своем прошлом вязальном влоге я говорила что вяжу сейчас варежки на заказ это варежки для влюбленных по бесплатному описанию от бренда sun is garden и да друзья если вам нужно это писание загляните пожалуйста во вкладку сообщества которая есть на моем канале там я для вас оставила ссылку по которой вы сможете скачать бесплатно это описание вот и также там есть информация которую я для вас прописала поэтому вы легко и без проблем сможете скачать данный паттерн и так я отвязала первую варежку единственное здесь пока отсутствует пальчик вот вы можете заметить что петли пальца здесь пока пересняты на бросовую нить я варежку постирала поскольку меня смущало несколько моментов это ширина изделия и его длина мне казалось что варежка немного узковата но она я бы не сказала что она узковата она нормальной ширины но вот ее длина слишком большая здесь вот можно сказать лишнее одно сердечко и проблема здесь заключается в пряже дело в том что в описании от бренда сантинсгарден рекомендуют использовать пряжу пергюнт и она немного толще чем каризма у дропс на которую я заменила рекомендуемую пряжу связи с этим я не смогла использовать спицы номер три для того чтобы попасть в плотность по петлям и мне пришлось использовать спицы четыре с половиной связи с этим у меня увеличилась длина изделия и варежки получились слишком длинные поэтому я скорее всего буду перевязывать вот я хочу все-таки связать хорошее изделие красивое и мне не очень нравится как здесь выглядит жаккард уж больно он перетянут как то вот поэтому я заказала пряжу непал дропс в красном и белом оттенке и буду вязать эти варежки по новой а вот этот вариант я распущу кстати да когда я стирала варежку номер один я конечно же начала вязать варежку номер два это мужской вариант и как видите он немножко отличается по дизайну а также по количеству петель вот но особого какого-то преображения до и после вы то не наступило да вы можете посмотреть что это варежка постирана а это нет вот поэтому мне придется поменять пряжу поменять номер спиц и вязать по новой а это все мероприятие я буду распускать вообще мне кажется что в этом влоге я буду очень много распускать дело в том что я хочу немного навести порядок в своих каких-то процессах у меня стоит корзина с кардиганом который я помните вам показывала наверное в прошлом месяце я вязала в рамках тестирования кардиган и он у меня полностью готов единственное там были не пришиты пуговицы я наверное вставлю вам сейчас фотографию чтобы напомнить и дальше видео конечно же вам его покажу так вот я буду его перевязывать буду вязать скорее всего на спицах немного меньшего размера возьму наверное восьмерку я так думаю и на восьмерке буду вязать в технике либо реглан сверху либо в технике спущенного японского плеча опять же сверху и это будет более такой удлиненный кардиган но более плотный поскольку мне кажется что текстура полотна этого кардигана получилась такая немного расхлябанная как для плечевого изделия поэтому друзья да чуть дальше вам покажу но скорее всего в этом видео я распущу этот кардиган а также друзья у меня лежит еще один неудачный проект это свитер в технике спущенного японского плеча который я тоже писала в рамках тестирования но там я автору сообщила что мне абсолютно не нравится посадка у меня тянет плечо у меня слишком маленький вырез крыло вины и я решила его не довязывать мне автор разрешила это сделать вот поэтому я буду распускать этот свитер и да буду вязать что-то другое из этой пряжи в общем хочу распустить свои эти все недовязы накопленные вернее целых два недовяза но там довольно много хорошей пряжи вот не хочу чтобы она лежала в проектах хочу я подготовить для следующих своих задумок вот так же друзья я думаю что в ближайшее время я начну вязать лапопейсу северный колод это лапопейса с оленями по книге линки найман кстати вот я специально принесла сюда книгу чтобы вам ее показать сейчас я найду это описание и покажу вам о каком свитере именно идет речь вот он вот об этой лапопейсе идет речь я буду вязать ее в белом синем и красном оттенке именно в таком цветовом решении но единственно здесь такой более рыжий использован а я буду вязать именно из красного цвета вот такого яркого посмотрим что у меня получится в этом видео я конечно же детально вам покажу этот процесс и расскажу о нем так что друзья вот такие планы у меня на ближайшее время буду распускать свои неудачные процессы буду вязать лапопейсу на заказ заказала пряжу на варежке теперь осталось ее дождаться и буду их вязать уже из другой пряжи наверное с другой плотностью немного чтобы полотно получилось менее пластичным и чтобы варежка была не такой высокой да то есть я возьму спицы потоньше и пряжу потолще и это позволит мне как раз решить эти мои небольшие проблемки вот друзья так что такие планы пока на эту неделю о том что у у меня получается я буду рассказывать вам уже в следующих включениях так что не переключайтесь а 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 ну что сегодня я предлагаю вам вместе со мной навести порядке в моем рукодельном уголке и избавиться от моих недовольных вязов сразу хочу сказать что у меня всего два недовязанных на сегодняшний день процесса это кардикан в технике реглан снизу этот кардикан у меня полностью связан единственно здесь не запрятаны кончики и не пришиты пуговицы а так это изделие уже в принципе можно было бы носить если бы не одно большое но это его посадка которая абсолютно не удобно здесь нет ростка и слишком большая широкая кокетка горловина в общем очень много нюансов я обо всем об этом рассказывала вам в одном из своих октябрьских влогов поэтому если вам интересно то ссылочку на плейлист с влогами я как всегда оставлю где-нибудь в верхнем углу вы сможете перейти и посмотреть но сегодня предлагаю это изделие полностью распустить пряжа здесь потрясающая и по составу и по своему внешнему виду это антнес от drops смесь шерсти и шерсти альпака вот и я хочу чтобы из этой пряжи у меня получился кардиган но с более удачной посадкой так и второй мой недовяз который тоже сегодня пойдет в роспуск это свитер в технике спущенного японского плеча вот собственно говоря линия плечевого шва которая уведена на спинку и здесь у меня недовязан корпус не закрыт один рукав и не связан второй рукав так это рукав номер один вот осталось буквально закрыть петли на манжете также у меня вот отсутствует рукав номер два и нужно было бы еще немного довязать корпус но я не стану этого делать я просто все это дело сегодня распущу и да друзья я надеюсь что этим небольшим сюжетом я смогу вас тоже вдохновить на то чтобы заглянуть свой небольшой рукодельный уголок посмотреть есть ли у вас там какие-то недовязы и обязательно с ними разобраться либо довязать либо спустить вот и не копить с собой хвосты в новый год так что друзья давайте приступим к работе я поставлю наверное сейчас камеру и займусь роспуском в прямом эфире скажем так вот так что давайте не будем тянуть и начнем не будем тянуть и да и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, с коричневым свитером я разобралась, и сейчас отправлю пряжу на хранение в корзинку. Вот такие вот моточки у меня получилось сформировать. Пряжу я не выпрямляла, просто распустила свитер на моталке. И теперь моточки отправляю в корзину. Есть, конечно, моточки немного меньшего размера. Так. И так же у меня осталось от изделия еще несколько целых моточков пряжи Непал от Дропс. Кстати, цвет это 0612. Называется он коричневый. Такой красивый. Так, соберу всю пряжу в корзинку. И теперь буду приступать к распуску кардигана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, давайте покажу, во что превратился кардиган. И, знаете, так сразу легко стало на душе, с недовязаной поконченной. И у меня уже готова пряжа для новеньких проектов. Поэтому буду довязывать лобопейсу Северный колод. И затем буду наслаждаться уже вязанием для себя каких-то теплых, уютных плечевых изделий. Так что не забывайте подписываться на мой канал. Впереди вас ждет много интересного. И, я уверена, полезного. Так что, да, до следующего включения. Всем привет, друзья! Ну что, сегодня у меня вторник. И я думаю, по моему голосу вы понимаете, что я пропала не просто так, я заболела. Но я в это время активно вяжу, поэтому хочу показать вам результаты своей работы за последние два дня. В общем, я взялась за лобопейсу Северный колод. И она у меня неплохо подросла. Я уже отвязала полностью кокетку жаккардовую. И сейчас уже перешла к вязанию корпуса. Я думаю, что я сейчас отвяжу жаккард по корпусу. И затем, наверное, приступлю к вязанию рукавов. И потом обратно вернусь к телу. Да. Свитер получается довольно большой, довольно тяжелый. И я хотела бы, наверное, сейчас в формате руки в кадре показать вам детальнее этот свитер. Рассказать о том, как я вязала здесь азиатский росток. Дело в том, что в последнее время я часто встречаю вопросы о азиатском ростке. Как он вяжется, насколько это удобно. Я, к сожалению, не смогу вам показать на камеру, как я вязала. Но я детально вам расскажу, как это сделать. Без лишней, знаете, какой-то информации. В общем, все максимально просто. Если вы умеете делать укороченный ряд, то есть задваивать петлю. Я, кстати, использую немецкие укороченные ряды. Но вы можете с накидом провязывать укороченный ряд. В общем, как вам удобно. Я знаю, есть, по-моему, около шести способов вязать укороченные ряды. В общем, для азиатского ростка вы можете использовать любой способ, который нравится именно вам и подходит для вашей пряжи. Вот. Поэтому я хочу сейчас вам чуть детальнее рассказать о вязании этого свитера. И да, я надеюсь, что вы сможете пережить мой такой не очень хороший голос сейчас. Но я боюсь, что я, если еще пару дней не запишу этот небольшой сюжет, то я забуду о том, как я вязала и какие-то детали с памяти сотрутся. Поэтому давайте сейчас я немножко вам расскажу. И уже дальше видео, надеюсь, с более хорошим голосом смогу рассказать вам детально о вязании этого процесса и не только. Так что приятного просмотра. Итак, друзья, давайте я поближе покажу вам горловину. Значит, как я и говорила, обработку горловины я сделала резиночкой 2х2. Вот так это выглядит. Петли я набирала самым обычным образом. Это набор длинный хвост. И да, в сочетании с резинкой 2х2 он мне нравится больше всего. Для резинки 1х1 я все-таки предпочитаю итальянский набор. Но это дело вкуса. Затем я сделала вот такую вот небольшую полурезинку. Это имитация ложной китлевки. Вот здесь видите, такой небольшой фрагмент. Зачем я это делаю? Для того, чтобы немного стабилизировать горловину. Все-таки полурезинка, она немного как бы стягивает и стабилизирует свитер в области горловины. Все-таки изделие будет большое, тяжелое. И чтобы горловина не слишком растягивалась в процессе носки, вот такой небольшой фрагмент в виде полурезинки очень даже хорошо спасает ситуацию. Я решила горловину отделить вот таким изнаночным рядом, сформировав как бы кетельный шов такой ложный. Но вы можете в принципе вязать обычным лицевым рядом, и тогда вот этот переход он будет менее заметен. Далее идет кокетка с прибавками. Пока все места с прибавлениями довольно хорошо заметны, поскольку я никак не отпаривала и не стирала полотно. Но напомню, что белые пряжи у меня здесь 3 нити использованы. Это дропскоризма и 2 нити бобиного мериноса. Вот. Так что полотно не очень ровное и аккуратное. Что касается синей и красной пряжи, то это просто дропскоризма. Давайте я разложу немного кокетку, постараюсь вам показать ее целиком. Как вы видите, у меня уже выделены рукава, но после выделения рукавов я провязала буквально пару рядочков, и у меня закончился моток красной пряжи, поэтому я решила остановиться. Так это выглядит. И если вы заметили, то по переду количество рядов, провязанных красным цветом, у меня гораздо меньше, чем по спинке. Это связано с тем, что в данном свитере у меня азиатский росток, причем я его вывязывала укороченными рядами. Все точки разворота у меня находятся по рукавам, по одному и по второму. Всего росток 10 рядов, и по 5 точек разворота у меня было на каждом рукаве. Сейчас я вам постараюсь рассказать, как я это все провязывала. Но для начала давайте покажу вам узор. Здесь вот такие вот как небольшие цветочки, и затем идет вот такой вот жаккард в виде оленей. Я думаю, что после стирки это будет гораздо симпатичней. И давайте посмотрим на спинку изделия. Я расскажу вам, как я вязала данный азиатский росток. Во-первых, нужно отвязать кокетку на необходимую вам длину, то есть вы должны быть готовы к тому, чтобы уже приступить к вязанию подрезов, в выделении рукавов, переда и спинки. Но вот как раз на этом этапе вы делаете росток. Значит, первым шагом мы расставляем маркеры. Мы определяем количество петель, которые нам нужны для спинки, для переда и на два рукава. В моем случае это было следующее значение. 110 петель на перед, 110 петель на спинку и по 70 петель на рукава. Если бы я вязала женский свитер, я бы немного по-другому распределила петли. Но так как это лопопейса мужская, и у мужчины обычно гораздо больше рука, то количество петель на рукавах в мужских свитерах я всегда делаю больше, чем в женских. Например, женская лопопейса выглядит симпатичнее, если у нее более широкое тело и более узкие рукава. Для мужчин же наоборот. Если у него нет живота явного, то лучше тело не делать слишком широкий. Мужчины обычно этого не любят. Поэтому я именно таким образом распределила петли. Но в чем плюс круглой кокетки? В том, что вы, когда вы ее отвяжете, вы можете всегда немножечко варьировать ширину рукавов, ширину спинки, ширину переда. Кстати, да, если у вас очень большая грудь, вы можете на переднюю часть изделия выделить больше петель, чем на спинку. Спинку сделать поуже. Но опять же, это только для женских свитеров. Итак, значит, что я сделала после того, как я расставила маркеры? Кстати, да, маркер начала ряда у меня приходился вот на вот это место, на стык спинки и рукава, вот здесь. Напомню, 110 петель спинка, 70 петель на каждый рукав. И я вязала обратно поворотными рядами. Я провязывала лицевой ряд 110 петель по спинке и затем 55 петель по рукаву. Делала немецкий укороченный ряд, задваивала петельку, разворачивалась и изнаночным рядом провязывала 54 петли рукава, 110 петель изнаночных, напомню, спинки, и затем изнаночным рядом я провязывала 55 петель второго рукава. То есть точки разворота я делала со следующим шагом. 55 петель, 45, 35, 25 и 15. То есть до конца рукава, после последнего укороченного ряда, у меня оставалось 15 петель. Напомню, точки разворота я делала только по рукавам. У меня здесь оставались не провязанные все эти точки разворота, поскольку я двигалась от больших рядов к меньшим. Значит, после того, как я сформировала последнюю точку разворота и провязала последние вот эти 15 петель до маркера начала ряда, напомню, это был лицевой ряд, то есть я вязала лицевыми петлями эти 15 петель, я перешла к круговому вязанию, то есть я провязала один полностью сглаживающий ряд лицевой, то есть лицевыми петлями уже как в круговом вязании, провязывая вот эти все точки разворота, то есть 5 точек разворота по одному рукаву и 5 точек разворота по второму рукаву. После того, как я провязала этот сглаживающий ряд, я пришла к вязанию следующего лицевого ряда и в этом ряду я уже выделила рукава. То есть я пересняла 70 петель, которые у меня были выделены маркерами, На вот такие вот лески И в принципе можно эти петли закрыть Переснять на просто ниточку Как угодно можно с ними поступить Ну вот таким образом я сделала И смотрите, я показываю вам сейчас рукав Чтобы вы понимали, как выглядят укороченные ряды То есть спереди у вас даже по рукаву Минимальное количество петель И затем ширина рукава увеличивается За счет того, что здесь по рукаву вязались укороченные ряды Это очень удобно для посадки Такой свитер сидит очень комфортно Главное правильно рассчитать высоту кокетки Итак, после того, как я соединила тело и рукава при помощи подрезов Кстати, на подрезы я набирала по 10 петель В принципе можно и больше набирать Если вам нужен свитер более объемный, более широкий Но мне достаточно было такого количества петель И вот так у меня получилось Дальше я перейду к вязанию еще одного блока жаккардового узора В виде таких ромбиков по телу И такой же узор будет вязаться по рукавах вверху И затем еще будет жаккард внизу перед резинкой По корпусу и по рукавам За счет того, что я провязала на 10 рядов по спинке больше Сейчас это не очень хорошо видно, поскольку свитер не стиран И тут провязано буквально пару рядочков Он еще не складывается достаточно хорошо Ну вот примерно так это будет выглядеть То есть у нас сформируется вот такой вот вырез горловины Это очень удобно, комфортно в носке И это очень аккуратно выглядит Вот таким образом я провязываю азиатский росток Я надеюсь, что эта информация была кому-нибудь из вас полезна Просто в последнее время, еще раз повторюсь, я очень часто встречаю под своими видео Вопросы об азиатском ростке Как он вяжется, насколько это удобно Да, друзья, это очень удобно И если узор или какие-то прибавления в кокетке недостаточно хорошо ложатся Вы всегда можете обратиться к азиатскому ростку И он в таком случае придет на помощь Хотя я, еще раз повторюсь, я больше сторонник вязать росток у горловины, чем азиатский Но если нет другого выбора, я всегда свяжу росток азиатский То есть у меня есть лапопейсы, где есть азиатский росток Это и лапопейсы с листиками И моя любимая лапопейса тайга на сегодняшний день Тоже с азиатским ростком И я прекрасно их ношу Вот, так что да, вот так выглядит лапопейса Всем привет, друзья, еще раз Я на самом деле не планировала еще раз к вам подключаться сегодня Но так сложились обстоятельства, что я просто обязана вам показать то, что ко мне приехало И да, я на самом деле не ожидала сегодня почтальона Не ожидала сегодня каких-то посылок Я просто сидела, вязала лапопейсу северный колод Наслаждалась шумом дождя И тут в дверь раздается стук На пороге почтальон, который принес мне посылки На самом деле я ожидала их не раньше следующей недели И поэтому в этом видео ничего вам не рассказывала О своем новом эксперименте, который я решила провести И да, в общем, ко мне приехали очень важные составляющие этого эксперимента И я хочу вместе с вами сейчас их распаковать И затем, конечно же, я детально вам расскажу о том, что вас ждет в ближайшие несколько недель на моем канале Итак, ко мне приехали две вот такие небольшие коробочки И здесь находятся красители для пряжи Давайте мы с вами сейчас распакуем и заглянем Я взяла уже ножницы Сейчас аккуратно разрежу скотч И мы с вами будем открывать Ну что, друзья, вот таким вот образом выглядит содержимое моей посылки И, как вы, наверное, уже заметили Это небольшие такие упаковки с кислотным красителем от бренда Jacquard Вот, как я уже говорила, у меня в планах попробовать окрашивать пряжу своими руками Сделать что-то необычное И да, я с этой целью заказала различные кислотные красители Давайте, наверное, я покажу вам, как выглядит сама баночка Так, внутри находятся вот такие небольшие баночки В каждой коробке по три штуки И это кислотный краситель У меня в оттенке 618 Fire Red И да, я не заказывала красители там по два, по три вида одного цвета Я заказывала им на разных цветов Для того, чтобы у меня было, скажем так, широкое поле для экспериментов Я имею в виду в цветовом плане Так, в этой баночке находится, по-моему, 14 грамм красителя И его хватает для окрашивания одного килограмма пряжи И да, поскольку я не планирую пока красить в промышленных масштабах Мне кажется, этого количества мне должно хватить, причем надолго Вот, кислотные красители подходят для всех, скажем так, белковых материалов То есть это может быть шерсть, это может быть шелк, вот здесь указано Единственное, она не подходит для хлопка Но ей можно окрашивать нейлон Пряжа, содержащая акрил, обычно очень плохо окрашивается Поэтому я для окрашивания, для своего первого эксперимента Подобрала пряжу с более-менее натуральным составом Это носочная пряжа, естественно Это опал, у меня есть целый моточек А также остатки фейбла, дропс и норт Вот, с содержанием шерсти альпака В общем, хочу попробовать покрасить И думаю, если вам будет интересно, я могу даже записать отдельное видео В котором расскажу о своем первом опыте окрашивания пряжи Покажу, что и как я делаю И да, друзья, кстати, всю информацию о том, как красить пряжу Что для этого надо, я черпала на ютуб Информации много, она в открытом доступе Единственное, ее нужно найти и внимательно изучить Вот, на это уходит довольно много времени Я, скажем так, наверное, месяц активно занимаюсь изучением этой темы Вот, если у меня получится окрасить пряжу И мне понравится сам процесс То, возможно, я пойду еще на какие-то дополнительные платные курсы Чтобы расширить свои познания в техниках И попробовать разные способы окрашивания Вот, но выбирая среди красителей Я решила все-таки остановиться на жаккарде На кислотных красителях Они, конечно, не такие дешевые, как пищевые Но пищевые красители обычно сильно отдают краску И есть с ними определенные нюансы Которые я просчитала для себя не очень хорошим вариантом Поэтому, если вы хотите узнать о том, что у меня получилось из окрашивания пряжи Пишите об этом в комментариях И я обязательно сниму такое видео Как буду красить пряжу Все прям поэтапно Вам покажу, расскажу Вот, а пока Вот такая вот посылка ко мне приехала И да, сейчас поставлю эти баночки Буду ими наслаждаться Пока оливка не пришла из детского сада Надо будет от нее их хорошо спрятать И буду вязать лапопейсу с оленями В общем, друзья, я все-таки решила к вам подключиться И немножко ближе показать пряжу Которую я планирую использовать для окрашивания Во-первых, это вот такая вот пряжа Апау в белом цвете Очень красивый цвет Пряжа невероятно мягкая У меня здесь 100 грамм Также у меня есть Вот такой вот небольшой моточек Пряжи Fable От Drops И еще один моточек Fable Я уже перемотала в пасму Вот так вот ее скрепила Просто при помощи нити Так, это сюда Возможно, я немножко лучше ее перевяжу Я этот момент еще не исключаю Также у меня есть Два небольших моточка Sisu Это тоже носочная пряжа Только от бренда Sun Nesgarn И есть небольшой моточек Nord От Drops Это пряжа, в составе которой Помимо шерсти и полиамида Есть также шерсть альпака За счет этого пряжа такая вот пушистенькая В общем, с таких вот пряжных богатств Я планирую начать свой опыт В окрашивании пряжи И уже в следующих видео Подробно вам обо всем этом буду рассказывать Так что, друзья Если вдруг вы еще не подписаны на мой канал И вам интересна тема с окрашиванием пряжи То не забывайте подписываться Мне будет очень приятно А вы узнаете кое-что новое И, надеюсь, интересное для вас Все На сегодня точно все Иду дальше вязать И до следующего включения Всем привет, друзья Сегодня у меня уже среда И несмотря на то, что голос ко мне так и не вернулся Я продолжаю вязать И хотела сегодня немножко с вами поболтать Показать, как продвигается мой основной на сегодняшний день процесс Это лапопейса по книге Линки Нойман Называется она Нуль колод Или Северный колод По-простому Лапопейса с оленями, как я ее называю Значит, я очень сильно переработала данное описание Оно, я бы сказала, полностью отличается от того Что представлено непосредственно в книге Из книги взят только жаккард Все остальное это импровизация на тему Дело в том, что в описании рекомендуется использовать толстую пряжу Что-то наподобие алофос лобби А я вижу из каризмы Она гораздо-гораздо тоньше Поэтому узоры, которые у меня использованы здесь по кокетке Они более крупные в оригинальном описании И у меня, соответственно, более мелкие узоры И вот чтобы их красиво вписать в кокетку Мне пришлось ее видоизменить Я, во-первых, здесь использовала азиатский росток Это связано с особенностями белой пряжи И то, что на ней очень сильно было видно Все эти прибавки и укороченные ряды Поэтому мне пришлось отказаться от идеи ростка у горловины И сделать азиатский росток у спинки По-моему, в предыдущем включении я показывала вам Как я его вязала Рассказывала какие-то нюансы Так вот, друзья, я уже перешла к вязанию корпуса И сейчас у меня по корпусу вывязан здесь вот такой небольшой блок узора Вот так это выглядит И дальше мне нужно вязать просто километры лицевой глади Поскольку свитер должен быть довольно длинный И внизу по джемперу, также по рукавам Будут еще небольшие блоки узора Но я думаю, их я вам покажу уже в следующих видео Когда немножко продвинусь в этом процессе Дело в том, что сейчас мне предстоит очень много такой просто механической работы Вязать лицевую гладь Наверное, я приступлю сейчас к вязанию рукавов Отвяжу рукава и потом уже возьмусь за корпус, чтобы регулировать количество пряжи Вот, и да, кстати, еще забыла сказать Я при вязании корпуса выполняю убавки Еще раз подчеркну, что этот свитер для молодого парня А вы знаете, что у мужчин обычно гораздо более крупные плечи И более узкие бедра И для того, чтобы свитер не был, знаете, таким платьицем Вот, я решила его немножко заузить к бедрам Я думаю, это не будет слишком бросаться в глаза Но немножко улучшит посадку Вот, поэтому да Вот такие нюансы вязания мужской лапопейсы Я думаю, уже в следующем вязальном влоге я смогу вам показать существенный какой-то результат И рассказать что-то еще интересненькое об этом процессе Вот, а сейчас буду просто вязать Так что да, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео Хотела сказать вам огромное спасибо за ваше время, за ваше внимание За то, что вы досмотрели его до конца Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк И я буду очень рада увидеться с вами в комментариях Пишите, на чем сейчас работаете вы Удалось ли мне вдохновить вас на то, чтобы навести порядок в своем рукодельном уголке Достать какие-то недовязы И либо их довязать, либо распустить к Новому году Чтобы в Новый год войти без каких-то хвостов и долгов Вот, хотя бы перед собой и своими близкими Кстати да, пишите, вяжите ли вы подарки уже к Новому году Начинаете ли вы готовиться Я вот подумывала над тем, чтобы повязать, наверное, каких-нибудь небольших носочков для родных И да, наверное, сначала я раскритаюсь со своими заказами И потом уже возьмусь за приятное вязание В виде небольших таких рождественских сувениров Теплых носочков И да, конечно же, буду делиться этим с вами в следующих своих вязальных влогах На этом, друзья, у меня все Как всегда говорю, до новых встреч Мы увидимся уже очень скоро в следующем видео А на сегодня у меня все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok